пандеры херц главы 63 64 встреча с не совсем понятно кем ну типа понятно кто у тебя оболочка чё тело что внутри не до конца сейчас ясно у тебя лепесток на носу хотя там алиса еще сзади было уже не вернуться к тому что было в начале комедия разделена на две истории бэн 22 середине крови кей рушь ты задумал на этот раз о чем ты ну и строй себя дурачка нет ясно ты ничего не замышляешь не часто ты так волнуешься чем-либо можешь расскажешь мне и вас тебе не кажется странной моя новая прическа я попросил винсента подстричь меня лео так свободно обращается к винсенту я думаю что она тебе очень идет лео который больше не слуга правда я рад лео который подстрик волосы снял очки странно тоже одежда и тот же голос но мне кажется что вижу совершенно другого человека ос я пришел встретить тебя что я немного удивлен что-то хотел сказать о прошу прощения и я подумал что проще было перейти сразу к делу вот как на бы что я не понимаю не пойму тебя если ты не объяснишь объясню оставай пройдем немного вдвоем что еще один раз позволь мне сопровождать тебя только в этот раз это может занять немного больше времени ты беспокоишься них конечно ужасно беспокоиться все в порядке я не думаю что он внезапно нападет наверное делиться не собираюсь я и не хотел несмотря на его мягкий характер он может быть очень жестким мой господин винс ты герцога барма понял ли он уже что лео это тот кому принадлежит дуна глена баскервилля это я всегда был странным чей-то шепот разносился в моей голове золотые блики близ плясали перед глазами только видел их я один мир который я ни с кем не мог разделить поэтому мама позволила мне отрастить длинные волосы чтобы спрятать мои глаза мой отец погиб когда я был совсем маленький все что у меня было это моя мама и и убили когда мне было 12 говорили что навязалась пьяную драку еще говорили что и убил ужасное чудовище слухи разнеслись под деревня пришли люди чтобы расследовать что случилось они забрали меня потому что считали главным подозреваемым никто не остановил их не все понимал я был уверен что меня отправят тюрьму а это что дом фионы стал моим новым убежищем эй почему твои волосы такие длинные лео не трогай меня я плохо ложу с детьми или скорее я понятия не имею как с ними вести дети в моей деревне избегали меня мне нравятся книги когда я погружаюсь в этот прекрасный мир я могу не думать ни о ком и ни о чем кроме книг читать книги переходить от одной истории к другой впитывать себя новые знания и впечатления я даже могу забыть кто я такой как спокойно здесь нет книг для детей так что меня оставят в покое на время это моя обитель эй ты что здесь делаешь знакомство советом было для меня шоком и его дети в доме фиона были исключением обычно стоит сказать люди больше не беспокоят а он все равно вторгался в мой мир и ни о чем не спрашивая несмотря на то что в первое наше знакомство наговорил ему кучу грубостей чтобы я не ответил твердо лоба поломился вперед я злился и он все равно гнул свое но все же это было весело не знаю как себя вести с ними но они все равно его любят изучает пути взаимодействия с детьми или от бесконечно благородный он всегда был верен себе может быть именно поэтому я который был так на него не похож жал протянутую мне руку чтобы быть рядом с ним таким ослепительно сияющим но может быть и в этом я ошибался крики детей удара землю когда меня толкнули и пропитавшую землю теплая кровь я правда помню это правда случилось но это был сон сказал элиот стоящий передо мной после того как мы нашли пропавших детей мы поскользнулись и потеряли сознание затем нас нашли люди из пандоры все уверяли меня что то что я видел было всего лишь кошмаром навеянным близостью бездны вот как все было сном теперь все ясно или от не стал бы говорить такую низкую ложь я странный здесь всегда я странный дети которых убил шалтай болтай пропали они все забыли как будто они не существовали на свете спокойная жизнь тепла своим чередом но что-то беспокоило только меня будто тебя оставили одного в целом мире который ты ни с кем не можешь разделить послушай элиот что сейчас что-то имел ввиду когда сказал озу я написал ее она называется лейси это же ее я ее написал ну я все но и написал ее для тебя так что все в порядке но лео о чем ты говоришь то есть он не помнит этого да пошли нужно поспешить директор давай скорее элиот недавно дети дома фиона бы огибли и все грустили но сейчас никто даже ты не помнит об этих детях и правда самом деле последнее время ты немного странно себя ведешь и не только эта песня пору кажется что ты абсолютно не понимаешь о чем я говорю тебе это ведь яс но но странные ответь я лео не здоровец он отдыхает соседней комнате он никогда не любил подобные банкеты последнее время лео ведет себя странно он как будто держит что-то в себе а порой его вообще не понять тот кто странный тот кто неправильный дал блин череда глупых недопониманий и совпадений я ничего не понимал мы узнали об экспериментах юра от герцога бармы а мне об этом рассказал винсент юра время от времени приезжал в дом фиона для того чтобы понаблюдать за нами я не хотел чтобы этот человек приближался к элоту поэтому скрывал нашу связь с ним и потому я не смог пойти если бы я поговорил с ним о юре раньше ничего бы не произошло лео знаю шоссе ненавижу себя все это случилось из-за меня лео а еще из-за той которую зовут волей бездны почему знаешь с я хочу стереть ее из этого мира это мое наш единственное желание баскервилли ну все это гг как говорится проект что только что сказал я сказал что хочу исполнить ее желание волей бездны правда ты исполнишь мое желание тогда я больше не хочу быть волей бездны уничтожь уничтожь меня эту девочку уничтожь уничтожь меня эту девочку алису спаси но джек говорил он говорил что цель баскервилли заполучить волю бездны верно заполучить чтобы уничтожить это и пытался сделать предыдущий глен когда вызвал сабрийскую трагедию потому что он не смог использовать их они сказали что ничего не знали я хочу разрушить печати души чтобы спросить глена как можно уничтожить волю бездны без на прошлого это прекрасно сияющий мир внезапно появилась воля бездны исказил этот мир и в итоге это вызвало трагедию сабри я унаследовал душу глена баскервилли эллиот стал нелегальным контрактором и умер гил баскервилли пытаются воссоздать без на такой коина была изначально защищать порядок в бездне это миссия тех кто был выбрана для этого миром они не ищут власти как эгоистичные люди из пандоры у вас пойдем вместе справедливость на стороне баскервилли ты ведь это уже понял я не люблю когда люди прикрываются справедливостью хоть я люблю это слово неважно какими причинами руководствуются люди когда творят свои дела здесь нет ни справедливости не зла есть только желание людей лил ты хочешь еще одну сабриевскую трагедию во имя этой справедливости если это поможет мне уничтожить волю бездны до тогда я не пойду с тобой я не хочу снова видеть это ни за что я не хотел стражаться с тобой это эгоизм лео но сейчас кстати кружочках появился но сейчас это долг лена озвизариус тебя тревожащего волю бездны я силой бармаглота цепи осуждения буду судить тебя ну да все таки лео теперь больше глен походу хотят они уничтожить волю бездны а брейк наоборот хочет помочь спасти типа что раньше было все лучше а потом пришла это воля и все испортила поэтому они думаешь если уничтожить волю все вернется к тому как было ну типа логика понятна только откуда у вас эти сведения очень интересно где пруфы при джек пандора хердс написано же сверху вроде кто-то обещал не нападает прям сейчас на вроде кто-то прям сейчас собирается нападать я презирал все в этом мире лео по каос это ведь ос ну да следил же страну войну близких друзей как жаль на презираю презираю презирение безграничное в конце концов мне стало все равно господин гил бил гилберт прошу уходить у вас люди пандоры так и думал что они появятся бармаглот что 100 лео прекрати мы в самом центре города недоумок ты хоть понимаешь что творишь это ворон ос ворон прошу меня простить но не могли бы вы ненадолго остаться со мной так это эхо интересно нет у меня времени разбираться с тобой ты эго эхо да это эхо видимо ос не смей больше использовать мою силу ну алиса не перечь мне знай свое место ос 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 сколько можно ображаешь себя гилбертом найтере чего не смей сравнивать меня с водорослей заруби себе это на носу ос самый слуга не заблуждайся господи водная звезда обожаемого старшего брата моего господина обожаемого старшего брата моего господина ну понятно что типа гилберджи выражение блин да ты о чем вообще как бы то ни было по приказу господина винсента твоим противником будет эхо пожалуйста не требуйте от себя невозможного вы лишь недавно заключили контракт с бармаглотом ваше тело пока не привыкла к нему самолчи одна ваша злость не сбросит озов бездну позвольте мне позвольте мне помочь вам ос бесполезно посмотри на меня брат скажи гилл иногда ведь любящие друг друга братья могут подраться гилл алиса чувствовал себя живым и мертвым словно бы другим человеком лейси пока я не увижу тебя вновь а раскрылся этот глин не боишься заболеть смотри утонешь пруду и все тебе снился хороший сон нет вот как я думал что просто похолодает а пошел снег как здорово когда идет снег я вспоминаю тот день меня зовут лейси а как зовут тебя лео почему если он хочет бросить меня с бездну то сейчас был самый подходящий момент но лео может ему нужно что-то другое часом ранее вот что мне с тобой делать тоже делаешь то с чем делать а твоей цели почему-то так молчал отку важные вещи а у меня был выбор было бы не красиво сказать я хочу уничтожить волю бездны в пандоре которая сама хоть за ее силой меня бы самого убили ты прав почему ты говоришь мне об этом сейчас потому что кое-кто сказал мне что я взрослый человек ошибочно уверены в том что все могу делать один сейчас самое время подходящее время принять помощь молодых и слишком много времени я спал лео и глен баскервиль помойная крыса и охотник за головами пандора ищущий их и ос ты говорил что лео предложил озу пойти вместе с ним все ли в порядке сейчас сейчас они спокойно разговаривают мы не предупреждали господина озу и остальных но люди с пандоры уже окружили их но думаю что все равно заметил господин у вас подсказал мне ничего не делал до самого последнего момента но если что-то случится с помощью квейс я верну их сюда да именно так так что сбежал хорошую реакция прей ты не заметила кто-то следил за нами уже довольно давно наверное это был какой-нибудь доносчик одного лохматого керцога керцога бармы у меня плохое предчувствие коронная фраза ну чтобы там не было брейк нам нужно найти бабушку она просила меня сообщить есть что-нибудь произвел с господином озом ее нигде нет хочу кваза нельзя пока в пандоре развал тебе нужно сидеть здесь они гулять где вздумается я же говорил о тебе слушайте дурачье осталось два камня души обычно можно угадать расположение магических камней известны некоторые точки мы знаем где находится три из пяти а значит можем найти оставшиеся пандора тебе это не должно удивлять штаб пандоры большинство из зданий раньше принадлежали баскервилля конечно намного потайных комнат и ходов тоже академия латвич вас я слышал что многие дома существуют там про свои проходы я думаю что и баскервилля там есть свой ход но да мы помним верно и влад риджа баскервилля как и все волшебники прятали свое настоящее лицо и поэтому построили огромное количество подземных ходов ведущих самые различные места один из камней находится в землях графа эйре просто забудем о нем и я сказал забудем о нем дом на это почти полностью уничтожен неизвестно где находится ключ к вратам бездны контракторы пандоры несравненно уступают силе незаконным контрактором баскервилей поэтому людям в пандоре стоит в тайне начать поиски печати потом защищать ее и тогда мы сделаем первый ход и попробуем перехватить инициативу врага ошибки быть не должно но почему что-то не дает покоя что-то говорит мне что это звук колокольный звон или нет что нужно быть осторожным уже слишком поздно враг уже здесь бабушку бабушка я предугадал 2 было несложно чего чего вот зачем но в прошлой главе и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...